Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-то мешает, Вера? В ней какой-то золотой цвет. По всему биополю раскидан с головы, по спине вниз. Включаем внутренний белый свет Марине. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогены. Низкооперационно весь этот золотой свет выходит, формируется перед ней в шар. Он тягучий, как олова. Энергии у нее хватает? У нее хватает энергии, но она его за свой принимает, за свою родную энергию. И она удивлена, что она выходит. Как проволока, мотался диском. А мы не удивлены. Хорошо, вышло это все, отправляю в клетку тюрьму. Даю команду, на счет 3 сканера сканирует пространство над головой Марины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Марины, находит все. Выстраивает этого шара каналы к ответственным за эти подключки, притягивая всех в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Здесь гуманоид, все, никого нет больше. Снимается маски и голограммы. Гуманоид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид, это от него идет информация, что контракт с Дораго так просто не проходит. Он был нанят цивилизацией для дальнейшего подключения. Вот как, ну хорошо, ну так тебе же надо выдать главный приз теперь за эту акцию нападения, правильно? Нападения. А что? Контракт расторгнут. Ты здесь находишься незаконно. Он показывает, как он подключился. Я тебе еще раз говорю, после этого ты мне расскажешь, когда я тебе буду задавать вопросы. Я тебе сказал, контракт расторгнут был с Драго. Что ты делаешь в этом биополе? Все копии были уничтожены. Ты идешь против всех законов. Драго не отпускают, просто так, когда душа выбрана. Хорошо, выстраивается прямой канал от гуманоида к тому Драго, который дал задание, притягивая в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы. Никто здесь не стоит. Это цивилизация. Здесь вообще идет информация, что это веками так было. И это все проносится в ваших исторических документах. Когда детей или красивых женщин раз в год забирало существо. И эти истории вы знаете. И это существо было Драго. Это цивилизация Драго. Они выбирают генофон. Лучших из лучших. И забирают, подписывая контракт. Делая копии, отщепляя биоробот и душ. Ну, значит, тогда вы доходите до... Поэтому я сказала, что так просто контракт с Драго не проходит бесследно. Он не бесследно. Ты прав, контракт уничтожен. Но цивилизация не согласна и хочет дальнейшего сотрудничества. Хорошо, значит, тогда будет... Поэтому я посредник. Хорошо. Значит, тогда с этого момента каждый, кто будет приходить в гости, напоминает про контракт, который аннулирован, с Мариной, будет уничтожен ее волеизъявлением. Если она сейчас это подтвердит, я каждого сожгу, в моих руках появляется шар энергии живой плазмы. Вот именно это гуманоид. Я могу и тебе сейчас отдать, но я боюсь, ты не сможешь передать им. Но каждый Драго, который войдет в нарушение всех правил на аннулированный контракт, будет признан нападающим стороной и будет уничтожен. Именно поэтому они нанимают таких, как мы. И отключают. А что ты бессмертный? Бессмертный или что? Я говорю о посредничестве. Я знаю цену этому. Они нанимают их дальше. И дальше я устанавливаю связь. Хорошо. Что ты еще установил в ее биополе сейчас? Я ничего не устанавливал. Она просила энергии, представляла их золотом. По какой причине, я не знаю. Я дал ей золотые энергии в качестве жидких, густой конструкции, заполняющей места предыдущего пустого пространства. Она должна была заполняться своими родными энергиями, а не энергиями, которые ей дают гуману. Ими заполняться, надо их знать. Согласен. В этом я тебе нечего сказать. Итак, что-нибудь на твоей чистоте осталось, кроме этого шара? Нет, я лишь давала ей то, что она просила. А что она просила у тебя? И что ты ей давала? Энергии. Ну энергии, как на нее воздействовали? Золотые. Это то, что я дал в виде густой конструкции, которая со временем бы укрепилась. Это была конструкция. Понятно. Хорошо. От нее может быть боль в суставах. Я повторю еще раз. Эта энергия заходила туда, где прежде были пустоты и были изъяты биоматериалы. То, что вы вернули, они свежие, не укреплены до конца. Поэтому энергия, которую она просит в виде моей жидкой золотой конструкции, проникает в эти пустоты. Хорошо. Откуда ты гумануэт? С какой цивилизацией? С Ориона. Орион, понятно. Значит, ты наемник, да? Я наемник. Хорошо. Значит, тогда пройдем. Я уже сказала, я знаю цену и готов. Нести наказание. Нет. Выполнять работу за эту цену. А что они делают? Драгощие дры. Это верно, да. Они тебе что, пообещали энергии? Какая у вас разменная монета сейчас? Разная. Ну, значит, тогда становимся на разное. Хорошо. Даю команду тонкой копии Марины спроектировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и этому золотому шару. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в сто раз. Меня интересует насчет этой золотой энергии. Марина, я обращаюсь к вам сейчас. Откуда вы взяли идею насчет заправки себя золотой энергии? Я не знаю. Почему-то я так ее видела и принимала с первого дня. Вы должны были воспринимать, заправлять себя только родными своими энергиями. И они совсем не золотого цвета. Сколько ты находился гуманоид со своей? Когда ты вошел и как ты вошел? Объясни. Ну, объяснил. Ты уже объяснил, как ты вошел. Она попросила энергии, ты ей послал. Как долго ты находишься в этом биополе? Я не нахожусь в ее биополе. Находятся мои... Как долго находятся твои энергии в этом биополе? Это мои корички, чтобы зацепиться. Находятся они с того момента, как она начала закачивать их. Первое время я смотрел и потом понял, как можно использовать это для себя. Мне третий раз задать вопрос. Двенадцать дней. Двенадцать дней. Хорошо. Ждем окончания реверса. А что возвращается, Вера? Это тягучесть? Я вообще не вижу, чтобы что-то возвращалось. Дай команду еще раз. Хорошо. Даю команду. Тонкой копии Марины. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой абрационной энергии по каналам, которые установлены, находясь всей этой энергии в ее биополе. На счет три. Один. Два. Три. Пошел процесс. Все чужеродные энергии возвращаются назад. Усилие потоки в сто раз. Нет. Здесь боль, страх. Вот это все названо. Непонимание. Боль, страх и непонимание. Это все от него идет. Гомоноид говорит, что сперва нужно подавить ее волю. И потом легче работать. Как все вернется, скажешь, Вера. Готова. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на эти каналы в порядке реверса. Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один. Два. Три. Усилие потоки в пятьдесят раз. Все, что не похитили, все, что не изъяли. За последней каплю возвращает Марина себя обратно на хозяйка всех своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Что идет, Вера? Найдут энергии, ее родные энергии. И они наполняют места. Вот именно в этих суставах, да? Это очень много мест, которые, да, как пустоты между косточек. Это позвоночник, суставы, голова, соединение костей. И вот в эти места идут энергии. Биоматериал, скорее всего, который не успел укрепиться у нее. Я вижу это как энергии. Я знаю, чьи они. Да. Готова. Так, даю команду на рассинхронизацию Марины. Гуманоид, у тебя ничего не осталось? Я еще раз спрашиваю в биополе, кроме этих энергий. Ты сказала, ты не присутствовал. Нет, у него ничего. Хорошо. Он показывает просто, как он это делал. Когда она просила, он давал ей вот эти энергии. То есть он как... Почему он сказал крючки? Он как рыбачит, только у него нет удочки. У него как такое вот проволока. Как золотой энергии идет, жидкая. И как она могла избежать твоей вообще подключки в момент заправки энергии? Только своей силой. Сила воли. Только так она противостоять может. Силой воли. Да, потому что ее энергии, они сильные. Это понятно. Но почему у нее не получилось это? Потому что она не знает, кто она. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Марины с гуманоидом и его энергиями. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Она не знает свою силу. Понятно. Готово. Включаю внутренний белый свет Марине. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационные чужеродные, находясь в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Все остаточные энергии выходят. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая печат и растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия. Отключить все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печат и растворяю. Готово. Хорошо. Али, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Али. Рад тебя слышать. Посмотри, пожалуйста. Надя, ситуация мы этого человека чистили. Это был контракт с Драго. Тысяча первый Драго был. Вы его забрали. Цивилизация Драго послала наемника гуманоида Сариона, так как они не согласны с аннулированием контракта такого плана. Как в такой ситуации вообще решать вопросы? Укреплять оболочки, укреплять купол. Драго они могут влиять определенными конструкциями и технологиями, как волновые подачи и сигналы, которые пробивают обычные установки купола. Поэтому поднимайте. Ты имеешь в виду сейчас жилье, да? Да. Понятно. Хорошо. До скольких герц? До скольких герц вы ставите? Благодарю тебя. Забираешь его? Да. Хорошо. Его конструкцию золотую мы тоже забираем. Хорошо. Готово. Итак, клетка у нас пустая, да, Вера? Да. Давай заправим энергию в Марину. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 390 и 26. На щетри макушку головы Марина начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Вера, а мы чистили квартиру Марины? Дом. Дом, да. Хорошо. Давай тогда сейчас сделаем следующее. Нам надо укрепить защиту. Давай, наверное, останусь я сейчас, чтобы этот вопрос быстро решить. Я останусь с Мариной, а ты пойдешь к ее дому, и мы установим более сильную оболочку. Хорошо? Хорошо. На щетри. Ты переносишься к входной двери дома Марины. 1, 2, 3. Я остаюсь в комнате с Мариной. Ты перед домом. Хорошо. Я здесь. Даю команду на щетри. В автоматическом режиме. Готово. Отключаемся от дома. И поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Подожди. Стоп. Да. Пусти сюда энергии. Здесь есть это золото внутри в доме. Открывай потом биополе. Пошел процесс. Готово. Вы здесь закончили? Да. Отключаемся от дома. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Хорошо. Марина, мы поставили вам защитный купол. Как вы себя чувствуете сейчас? Вернее, мы обновили его. Очень необычное чувство от этой информации. Я не знала, что такое бывает. Буду осторожна с энергиями и запросами. Хорошо. У нас встреча сегодня с вашим куратором. Я думаю, он объяснит более подробно по этой тематике. Сейчас мы переходим к вашему лечению. Скэнер. Включи медицинскую программу. Просканируй. Правую сторону Марины. Просканируй ее полностью. В местах суставов, где было воздействие этой золотой энергии. Они у нее болят. Марина подсвечивает свои энергии. Больные места. Скэнер их видит. Но немного таких мест. Голова и вниз ноги. Позвоночник. Внутренные органы. Хорошо. Скэнер. Включи медицинскую программу. Сейчас выведи все эти больные места. Вместе с этими энергиями. Все это выходит, выдавливается. И формируется в шар. Мелкие частицы уничтожаются на месте. И скэнер дает дополнительные энергии для этих суставов, которые необходимы для заживления. Какой у меня открыть поток еще дополнительный? Ей нужна витаминная энергия или энергия восстановления? Сейчас, подожди секунду. Она уставшая. И у нее это все как пульсирует. Она не может отдохнуть тело. Она писала, что она мало спит. И поэтому у нее не получается восстановиться. Витаминная. И еще идет энергия покоя. Хорошо. Открывает два потока. Один поток витаминной энергии. Один, два, три. Пошел в нее. Наполняет ее полностью. Энергия покоя. Наполняет все семь энергетических тонких тел. Марины. Энергия начинает ходить по кругу. Делает три оборота. Входит в больные места. Нейтрализируя весь негатив. Они не циркулируют. Они больше прошивают ее как-то по вертикали. С одной стороны в другую. Хорошо. Скэнер лучше знает. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Шар никакой не вышел. Никаких энергий. Он все уничтожил? Уничтожил все, да. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Марина, сейчас? Как будто я плотнее стала. Отлично. Защищеннее, что ли, изнутри. Можно и так сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова